И всем привет, ребят! С Мистер Байкейсю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонату 2.0. И сегодня вместе с вами мы уже записываем видос с первым прохождением новой мини-игры, с новой серийкой, с новой прокачечкой аккаунта, потому что у нас уже младший лейтенант. Вот потихонечку заданки выполняются, звания фармиться, кристаллы зарабатываются. Ну и сегодня настал тот самый момент, когда мы записываем уже следующую серию. Кто постоянно следит за стримами, тот знает, что я ежедневно выполняю заданки на бездонате 2.0. И то, что на сегодняшний момент времени у меня на этом аккаунте уже выполнены все супермиссии с сладостью и гадостью. Я заработал максимальное количество конфет, которые можно было забрать с супермиссией. И сегодня мы будем делать первое прохождение. Также скатаем каточку и сделаем мини-челлендж для вас в рамках этого видеоролика. Если вы ждали этот видос, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунте установите им личный тег-тег-темп. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо челленджа в рамках видоса. То на этом видеоролике то количество лайков, которое будет набрано, будет свидетельствовать тому, сколько контейнеров мы откроем уже в следующей серии. Ну а количество комментариев будет свидетельствовать о том, сколько мы откроем ультра-контейнеров. Поэтому давайте постараемся набрать максимально большое количество лайков и комментариев. Каждый лайк, один контейнер обычный открытый. Ну и каждый комментарий, это открытие одного ультраконтейнера. Если комментариев будет больше, да, то есть вы можете там и тушить память, там все, что хотите делать, да. Все, что будет считаться. Если будет больше, чем 70-очка вот тех ультраконтейнеров, то они перерастут в обычные контейнеры. То есть у нас есть возможность уже в рамках следующей серии сделать самое масштабное открытие в рамках без доната 2.0. Ну и у нас остается на сегодняшний момент времени, на время записи этого видоса, 11 дней до конвертации наших замечательных контейнеров. Поэтому я уже готов все это дело ворвать. Ну и плюсануть хорошее количество кристаллов. Если там еще бы с ультраконтейнеров, например, какой-нибудь лямчик бы мне упал. Я был бы мега-мега сильно рад. Что же касаемо аккаунта в целом. То на сегодняшний момент времени у нас уже младший лейтенант. У нас уже есть открытые вооружения по типу следующих прокачек, Крусейдера и рельсы. То есть я на сегодняшний момент времени уже могу сделать... А, нет, рельсу еще пока не могу. Рельса получается с лейтенанта откроется. Но у меня есть возможность сделать Крусейдер уже в следующей прокачке. Но так как мы более грамотно и максимально... Ну даже я бы сказал не просто не более грамотно, а максимально грамотно стараемся прокачивать аккаунт с минимальными затратами. То я кристаллы, конечно же, буду тратить и прокачивать вооружение на скидках. При том, что у нас ближайшие скидки будут через несколько недель буквально с черной пятницей. Соответственно, на них я уже буду приобретать новые прокачки вооружений. Что же касаемо... Что же касаемо мини-игры. То сегодня мы попробуем ее тоже пройти. Но для начала сыграем боечек. Плюс о нем еще себе немножечко конфет. Потому что у нас каждый день есть возможность прибавлять себе в копилку те самые заветные конфет-ачки. За счет как раз таки выполнения ежедневных заданок. Ну и плюс еще выполним недельную миссию с Джиггернаутом. Вот как раз таки сыграем один боечек. Может быть даже удастся мне забрать самого Джаггера. И кстати в ближайшее время я еще буду активировать вот эту замечательную премку. Потому что у нас осталось всего лишь 4 дня до того момента, как она вообще в принципе пропадет. Поэтому я ее тоже потом обязательно заберу. Ну а что касаемо других всех миссий, то у меня все выполнено. Поэтому мы можем зайти сейчас в мини-игру. Посмотреть сколько у меня есть конфет. И сколько мне надо конфет, чтобы может быть там добить какой-нибудь ходочек. Но мне надо 9. То есть мне надо выполнить все миссии. Все миссии я выполнить точно не смогу. Соответственно у нас будет 29 ходов. Ну грубо 30. Грубо 30 ходов в первом полете на бездонате 2.0. Так, ну и все. Пикаем командный Джиггернаут. Быстренькую каточку долбанем. Ну а дальше уже отправляемся в мини-игру. Где будем делать 29 ходов. Задача дойти до второго чекпоинта, чтобы получить слот. Да, чтобы получить слот второй в рамках бездоната 2.0. Вы спросите меня, почему ты не купишь второй слот, например, за 50 танкоинов. И третий тогда слот уже получишь с этого ивента. Я отвечу просто, да. То есть 50 танкоинов даже в рамках этого бездоната. Это на сегодняшний момент времени, ну довольно весомая цифра. Если учитывать тот факт, что я хочу постараться каким-то магическим образом накопить танкоины на танкофон. Если вдруг это получится сделать, да. То есть грубо там за месяц накопить тысячу танкоинов на этом аккаунте. То это будет вообще просто космос. Но не знаю, как это сделать. Конечно, единственные способы получения танкоинов у нас это недельные контейнеры. Это челлендж и это вызов принят, да. То есть вот у нас есть три способа. С вызова принято я танкоины, конечно же, подлутать не могу. Соответственно, у меня остается челлендж, остаются недельные контейнеры. Ну а времени у нас не так много. Поэтому не знаю, удастся мне накопить или нет. Но в любом случае будем стараться собирать максимально количество танкоинов на как раз таки аккаунтике. Если вдруг это получится, то это будет, конечно, нереально, нереально круто. Так, что касаемо катки. Меня закидывает на Александров с Джаггернаут и к званиям плюс-минус маленьким. Да, то есть мне здесь немножечко подвезло. Джаггернаут, конечно, против с 6000 ГС. То есть единственный, кто у них суперсильный, это Джаггер. Соответственно, я могу постараться пострелять по противнику, который у нас не на Джаггернауте. Чтобы заработать нужное количество мне очков в рамках этого боя. Мне именно надо 300, чтобы выполнить недельные задания. Ну и заодно, я думаю, что мы сегодня недельные контейнеры в рамках этого видоса можем спокойнейшим образом открыть. И заодно как раз таки плюсануть себе танкоинов. Ну и 7 минут боя. Скорее всего, здесь досрочки у нас в рамках этого боя не будет. Хотя овердрайв на Джаггернауте я точно готов использовать. Поэтому если вдруг какая-нибудь движуха залетит, то было бы очень неплохо. Так, выживаем. 7 киллов у меня уже есть. Рельса с Крусейдером работает просто супер круто. То есть если смотреть вообще в целом на мою комбинацию, которую я решил прокачивать на этом аккаунте, то комбина выглядит максимально-максимально круто. И в плане прокачки аккаунта, то та идея, которую я изначально заложил в этот аккаунт, она работает. То есть если я в дальнейшем сумею получить устройство по типу крупнокалиберных снарядов, которое даст мне возможность ваншотать оппонента, то вообще это будет все максимально шикарно работать. Так, я получаю Джаггернаута. Я получаю Джаггернаута. У меня есть в теории шанс слить вражеского Джаггера, если я просто въеду в него. То есть мы можем такую темочку замутить и просто в него на плюс В ворваться. Если ворвемся, даже если я сам сольюсь, этот Джаггернаут также улетит на респаун. Не знаю, знает он об этом теме или нет, но я просто въезжаю. Ага, понял, въехал. Отлично, да, супер, великолепно въехал. Ну, один из самых сильных на Джаггернауте, наверное, прямо сейчас. Да, поэтому как бы ничего здесь удивительного нету. Моя идея не сработала, к сожалению. Хотя идея была, ну, неплохая. Да, то есть если бы я сейчас бы под него подъехал, я что-то не думал, что меня настолько сильно откинет. Я забыл, что Джаггернаут у нас так сильно откидывает. То можно было бы как раз-таки его бы и забрать просто вот этой взрывной волной. Потому что эта взрывная волна в упоре наносит 20 тысяч урона, которая как раз-таки является максимальным количеством ХП Джаггернаута. Так, Джаггеру там неплохо накидываю в головешку. Оудишечку сразу же вкусненькую даем. Пытаемся добить, пытаемся добить, пытаемся доработать. Вас по Жига уже врывает, и мы сделаем этот кильчик. Хорошо еще и критовый Джаггернаут у нас. По Джаггернауту выстрел залетает. 5-5 у нас. Ну и постараемся сейчас эту каточку камбэкнуть. Так, какому-то штаб-сержанту дали Джаггера. Он практически всю сводку в себя дал. Есть хорошо контактик. Так, ну и постараемся теперь выиграть. Постараемся выиграть. Самого сильного Джаггера, который был против, мы слили. Поэтому теперь у нас уже открываются дополнительные возможности на Нагибалу. Кстати, этот чел играет на Хорната рельсе. Да, у него Хори рельса прокачена. Еще и рельса с подавлением. Интересное устройство, конечно. Но в любом случае оно, наверное, не супер актуально. Так, наши Джаггернауты начинают умирать дальше. Это, конечно, меня особо сильно не радует. Потому что хотелось бы все-таки... Ну, как-то... А, у него еще и кризис, да? Нифига себе. Это богатый челик. Хотелось бы постараться выиграть эту каточку. Поэтому въезжаем в Джаггера. Пытаемся накидывать домашку. И ваншотаем. Хорошо. Только я был в упоре. Соответственно, сам себя тоже в этом моменте слил. Так, 6-6. Пока что супер близкая каточка у нас. Джаггера, надеюсь, не дали этому типу, который тут нагибал. Который тут давал контента. Главное, чтобы ему Джаггернауты не дали. Все остальное, в принципе, фигня. Так, хоппер едет в меня. Как будто хочет овердрайв меня нажать. Да. Читаемая тема. Читаемая тема. Так, наш тиммейт там пытается на вас по Джаггера скрутить. Джаггера. У него, кстати... Ух ты! Джаггера мне дали. Сюда контактик. Вот это уже неплохо. Вот это уже можно как будто и разыграть движуху. Как будто бы под эту темочку можно и разыграть. По вкусненькому. Нифига себе у него одна рельса. Сколько урона наносит? Это ужас. Прям как-то очень много урончика мне залетает в кабинет. Так, сейчас купол пропадет. Мы, в принципе, можем с Вадейлу дать. Ага, подождите. Он уже тут влетает. А, нет, это не этот хури рельщик. Это другой. Так, ну и как-то рельса очень много урона наносит. Как-то очень много урона наносит рельса. Как-то даже немножечко непривычно. Ну ладно, давайте чуть пассивно, наверное, поиграем. Пока что хотя бы до овердрайва. Не будем особо сильно здесь агрессировать. ХП у меня не так много. Естественно, я могу постараться пожить немножко. И покидать урончик на плюс очечи. Так, здесь противничек уже врывает на своей хури рельсе замечательный. Так, две тыки ему вкусные даем. На третью сразу его... Ага, хотел сказать, ловим. По итогу ничего мы здесь не ловим. Так, сейчас он будет где-то выпикивать. Нифига себе он на ход ноги дает контентика. А меня все равно какая-то рельса сливает. Нифига себе, у нас на базе оказывается рельса стоял. Я что-то как-то даже не посмотрел. Так, 6-8. Начинаем улетать, ребяточки. Начинаем улетать мы в рамках этого боя. Ну и, конечно, это не есть хорошо, что мы начинаем здесь так уезжать. 5-7-8. Джиггернаута еще одного респим. Так, главное, чтобы у нас Джиггернаут новый тоже появился. Не супер жестик. Так, он появляется у нас слева. Овердрайв на центре. О, кстати. Викинга-Жига может, по идее, даже оудишку вдарить. Да, хорошо. Я добавочку делаю. И хороший респ. Хороший респ. 8-9. Борьбу надо показывать. Надо показывать борьбу. 8-9. Это тот счет, который может еще плюсануться в нашу пользочку. Но шансов, конечно, у нас супер мало. Если Джиггернаут сейчас открыто сыграет, то Габеллы попахивают. Ой-ой-ой, там еще и лейтенант на Джиггернауте оказался. У него хотя бы 3,5 тысячи ГС. В теории не так много. По идее, можно его еще зареспить. Постараться еще и он пушит агрессивно. Пробуем ему дать тыку. Ну и сам я ловлю тоже довольно больную. 1800. У Джаггера вдарили. Как будто можно было бы и добить Джиггернаута, если бы тиммейты под него сыграли. У нашего Джаггера уже суперлоу хп. По ходу дела, все-таки мы эту каточку не камбэкнем. Хотя, в моментик показалось, что шансы на камбэчную у нас имеются. Еще 1800 дал. Может быть борьбу, может быть борьбу, может быть. Давай, 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 давай. Твинс, хорош, хорош, хорош. Очень много накидал. Там просто по 50 урончика, наверное, залетело супер много. Джаггер уже на откатике. Он уже немножечко испугался. Так, откроется ли пикнет под левую стеночку? Нет, к сожалению, чуть-чуть не поймал я тайминг. Так, и откатывает он под право. Под правую стенку. Пикает. Хорошо, 1300 в голову ловит. Так, ну на 9-9 хотя бы выйти на 9-9. Хотя бы на девяточку выйти. Открывается очень хорошо. Джаггернаут можно добавить. Хорошо, добавляем на 9-9. 20 секунд до конца. И как будто можно постараться еще даже выиграть. У меня 86% овердрайва. Есть еще одного типа солью. 91. Еще одного солью. Будет сейчас овердрайв, наверное. Да, 96. Давайте быстренько урон. Быстренько, быстренько, быстренько урон. Найс, битие от тиммейта. Хорошая рабочая. Не, он даже... Даже тиммейт! Тиммейт! Мастер-сержант прикрывает своего союзника. На Джаггернауте. Это, конечно, дорогого стоит. Ну и мы выполняем заданку. Не все. Но одну выполняем. Забираем 2 конфетки вкусненькие. И забираем с недельных миссий еще 3 звезды, 1 контейнер. Так. Ну и что? Все. В принципе, все, что я хотел, мы сделали. 239 станкоинов у меня на сегодняшний момент времени на аккаунте имеется. Не знаю, каким образом у меня есть возможность сделать добивалову и заработать 1000 танкоинов. Но в любом случае мы не отчаиваемся. Не отчаиваемся. Будем стараться копить. Будем стараться набивать. А там, если получится, то будет супер круто. Потому что танкофонд это кризис плюс броник. В теории можно забрать. Да. То есть, кризис плюс броник. На такой аккаунт я считаю, что это шикарнейшее приобретение. Которое я лично бы очень сильно хотел бы получить. Так, ну и по контейнерам у нас тут тоже очень вкусно все залетело. Поэтому каждый ваш лайк и комментарий обязательно надо втушить в рамках этого видеоролика. Ну и за предыдущий видос мы 15 контейнеров откроем сегодня вместе с вами. Потому что у нас там была цель каждые 10 лайков. Это открытие одного контейнера. Поэтому 15-ку закономерно мы вкусную даем. И, кстати, у меня падает последняя пушка шафт. Которую я изначально хотел даже прокачивать в рамках этого аккаунта. И даже фиолеточку дает. Да. Хорошо, листопадик падает. У нас 330 тысяч кристаллов становится. Так. Ну и все. Отправляемся в мини-игру. И очень сильно надеемся на то, что удача на этом аккаунте будет у нас хорошая. Потому что, по сути, удача на этом аккаунте еще не проверялась. Вообще ни в каком ивенте. То есть ни в ультраконтейнерах по большей части не проверялась. То есть если мой первый бездонат был супервезучий. Посмотрим, насколько большое везение будет у нас в рамках этого аккаунта. Полетели. Первая проходочка сразу же с красочкой залетает. Поехали. Плюс один. Никаких здесь удивлений. Есть возможность, кстати, заформить хорошее количество дополнительных кристаллов еще. По плюс одному все идет. Когда идет все по плюс одному. Знаете, что происходит? Я вам могу сказать, что происходит. Сейчас вы увидите, что происходит, когда у вас по плюс одному идет. Сейчас будет минус пять. Сейчас будет сто процентов где-то здесь минус пять. Когда вот так по плюс одному плюсует. Сто процентов будет минус пять. Сто процентов я вам даю. Я вот уже даже уверен. 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 Что-то даже как-то не откидывает до сих пор. Как-то до сих пор не откидывает. На плюс двоечку дает. Это чё такое? Да я не верю своим глазам. Да я не верю своим глазам. Да я не верю. Да не может быть. Вот оно, вот оно. Я уже поверил на секундочку. Да нет. Но не могло быть этого. Просто не могло. Потому что всегда, когда плюсуют только по одному, оно... Ух ты, плюс троечка. И не откинет? И не откидывает? Это чё? Супер халява на бездонате. 19 ходов. Это лучше, чем на моём основном аккаунте. Мы забираем слотецкий. 10 ядерок. 60 танкойнов. В карманчик. 5 контейнеров. 5000 кристаллов. Ну и расходочку. Очень вкусно. Только почему-то у меня танкойны не прибавились. А у меня танкойны-то не прибавились. А почему не прибавились танкойны? Давайте обновимся. У нас, по идее, должны сразу же прибавляться танкойны. После того, как ты проходишь круг. Но почему-то у меня ничего... О! Вот сейчас прибавилось. Есть контактичек. 60 вкусненьких залетело. Ну и если вдруг каким-то чудом я пройду ещё один круг. Да? А, кстати, я ещё слот же подлутал, да? Ещё и плюс слотецкий у нас подлутанный. Теперь 2 слота, ребятки. Осталось всего лишь... Ещё 2 каких-то ивента. И всё. И слоты в карман. И слоты у нас залетят в карман. Поэтому 2 слотика у нас есть. Одна откидка пока что только. Ну, блин, это, если честно, меня очень сильно удивляет. Так. И у нас есть ещё 103 конфеты. 103 конфеты. Делаем, ребяточки. Делаем. Полетели сразу. Не будем здесь ничего затягивать. Плюс двоечка сразу на контактик. Плюс единичка на работу. Плюс единичка на работу. Плюс единичка на работочку. И плюс единичка. Но здесь всё по дефолту как будто. Как будто всё по дефолтику. Сейчас где-то опять в середине. Во, откидочка дефолтненькая. Сейчас где-то плюс двоечка залетит. Вот сейчас плюс 2. Нет, плюс 1. Ну и все, ластовый ход Бутс на плюс 1 Итого за 29 ходов 2 откидки 2 раза плюс 2 1 раз плюс 1 Ой, плюс 3 1 раз плюс 3 В принципе, наверное, неплохо Ну, 2 откидки, конечно, это много Но в рамках этих хеллинских ивентов Мне никогда на основном Ну, вообще, даже не то, что на основном На любом аккаунте мне так особо сильно не везло Но в любом случае, если каким-то чудом Каким-то чудом я заберу вулкана Я заберу еще хорошее количество Дополнительных танкойнов Это будет очень и очень крутой бонус Да, это будет очень крутой бонус Для этого аккаунта Поэтому у нас остается 11 прыжков И за эти 11 прыжков Если вдруг повезет Я заберу третью эту Плюс какую-нибудь соточку даже Если мне танкойнов дадут Я буду считать, что это очень и очень хороший плюс Ну, там вулкан, условно Мне не особо так важен с устройством Потому что на вулкане, скорее всего Я на этом аккаунте играть не буду А вот получение дополнительных танкойнов Контейнеров, кристаллов Это то, чего я бы хотел бы реально Отсюда забрать Поэтому пишите, что вы думаете По этому поводу Как у вас складывается мини-игра Без донат 2.0 Вот такого контентика Сегодня подраздал Я в моменте даже поверил На чудо, что меня не откинет ни разу Но где-то в глубине души Я все равно знал, что откидывало будет Поэтому я говорил, что 100% должно где-то откинуть Поэтому две откидышки Сегодня у нас все равно залетело Ну и, конечно же, ребятки Поддержите видос лайком Каждый лайк Это открытие одного контейнера в следующей серии И каждый комментарий Это открытие одного ультра-контейнера в следующей серии У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok